А хорошо выступать в последний день? Вы уже готовы ехать работать? Вам уже даже не нужно никаких информации, какой-то техники? Вы уже все знаете. Как проходит семинар? Это хорошо. Ну, сегодня у нас не жизненное видео, а такой маленький видеоотчет об одной поездке в Майами с нашей спонсорской линией. И вы знаете, я сейчас вместе с вами смотрел эти кадры, и вы видели там нас с Верой возле такого красного автомобиля. И я вспомнил, что моя первая машина, на которой я строил бизнес, она тоже была красного цвета. Только называлась Ford Escort 1.8 дизель. А сейчас есть возможность покататься на Ford Mustang последней модели. Ох, вы знаете, сколько там лошадиных сил. Открытая крыша, и мы едем по Майами. Это только я раньше в фильмах это видел. Понимаете? Когда там, да, вот различные сериалы. Сегодня это реальная действительность. Но для того, чтобы ездить на Ford Mustang по Майами с открытой крышей, нужно сделать работу. И эта работа, конечно, не будет такой приятной и интересной, как езда по Майами на Мустанге. Но мы должны с вами об этом поговорить. Я очень хочу поделиться с вами теми основными, базовыми вещами, которые мы делаем вот уже на протяжении 16 лет. 16 июля, 16 лет назад, Вера подписала свой контракт с МВИ. Я чуть-чуть позже, но вы знаете, наверное, эту историю. Сегодня не буду ее рассказывать. Моя тема сегодня – это основы нашего с вами бизнеса. А основы нашего с вами бизнеса – это ключевой человек. Потому что самая главная разгадка и секрет в этом бизнесе – это вы сами. Вы сами. Если вы примете решение, если вы будете делать постоянно те вещи, которые вас приведут к результату, к вашей цели – все. А что нужно делать? Давайте поговорим. Первый пункт. И очень важный. Потому что бизнес МВИ, он работает по очень простому принципу. В бизнесе МВИ нужен товарооборот. Нужен товарооборот, чтобы от него потом, из этого товарооборота получить свой процент. Так вот, с чего начинается ваш товарооборот? Ваш товарооборот начинается с того, что вы начинаете сами пользоваться этой продукцией. И, казалось бы, банальные вещи я вам говорю. Вы слышали это уже очень много раз. Вы прочитали это в стартовом наборе компании МВИ. Вам спонсоры об этом говорили. Но я вспоминаю, как это было непросто сделать в нашей семье. Как это было непросто сделать с нашими партнерами. Я могу вам до утра рассказывать истории, как мы сражались у себя в семье за то, чтобы вся семья наша начала пользоваться этой продукцией. Сколько нам нужно было терпения, чтобы наши партнеры начали пользоваться этой продукцией. Я не буду вам сегодня называть имена, но могу вам только одно сказать. что один из наших партнеров когда-то прятал свои любимые одеколоны в тумбочку от нас, когда мы к нему приезжали домой. Он думал, что он спрятал, и как бы причина исчезла. Но запах, который от него исходил, он же другой. Понимаете? Сегодня мы можем над этим посмеяться. А еще более интересно, я могу сказать, что сегодня этот партнер бриллиант-администратор в нашем бизнесе. Я могу вам рассказывать десятки историй, как наши партнеры рассказывали, почему они не могут пользоваться этой продукцией. Потому что... И называют причиной. Одна из причин была, потому что я не могу пользоваться косметикой артисты, потому что у меня аллергия. И ей какой-то косметолог готовил специально косметику, варил. Это ничего, что после этой косметики была аллергия у ее мужа. Понимаете? Но был простой один шаг, который сделала Вера. Вера достала из своей косметички эти крема, поставила перед ней и сказала так, давай договоримся. Вот сегодня вечером один раз мы это делаем. Один раз. Вот тут немножко. И если на утро будет аллергия, конечно прекратим. Угадайте с трех раз. была на утро аллергия. Нет. И аллергия исчезла у нее и у ее мужа. И сегодня это большой уровень в бизнесе. Это бриллианты в бизнесе и у нас сегодня в команде. Я не хочу просто назвать фамилии бы жесткой угу ну вот вам и у так все начинается я думаю у вас все точно так же начинается поэтому не хочу долго останавливаться но это самое главное я много раз видел до каждый раз практически вижу что когда люди приходят в этот бизнес первое что их интересует как создать огромный товарооборот желательно не в 10 тысяч баллов а в 60 чтобы сразу бриллиантом и второй вопрос который они задают в израиле бизнес есть тоже им кажется в украине уже закончился где-то там еще рядом в россии тоже закончился в европе тоже закончился и все ищут то место где еще нет бизнеса а бизнес возле вас бизнес вашем доме бизнес ну вот в вашем подъезде бизнес вашем городе такой огромный олеся сегодня нарисовала вам цифры я тоже меланхолик я тоже люблю работать с цифрами и я сегодня еще бы больше вам показал и рассказал сколько еще товаров мв мы можем продавать с вами украине и продавать можем очень много и то что сказала сегодня есть факты и цифры у нас больше миллиарда гривен оборот это много на 45 миллионов но должен вам сказать что есть такая страна корея в которой тоже 45 миллионов населения но она делает оборот им в год 1 миллиард долларов есть куда стремиться и давайте подумаем просто они там что больше стирают чем мы они там что больше пользуются косметикой чем мы они там что больше пьют в 10 раз воды и spring чем мы нет конечно просто у нас еще многие не стирают этим стиральным порошком многие еще не пользуются этой косметикой и многие еще не пьют эту воду вот вот что я хочу вам сказать это не поздно и я буду вам на протяжении всего своего выступления говорить это не поздно это только начало если мы говорим о личном потреблении мы говорим о том что вам нужно определиться и договориться с самим собой о каком-то объеме товарооборота который вы будете делать лично вот в своем кружке своем маленьком домашнем семейном бизнесе и система network 21 рекомендует что это может быть 100 200 баллов а почему 100 200 баллов почему не 2000 баллов хотя я думаю что все кто сегодня в этом зале находится является уже спонсором хотя не хотя бы нескольких человек с удовольствием согласился бы чтобы вы каких нижняя линия делали по 2000 баллов но это посмотрите в этом бизнесе все очень просто я когда-то не слышал я позже это все узнал я позже это все понял осознал и сегодня говорю вам этот бизнес очень простой этот бизнес настолько простой если вы будете знать главные его так сказать вот эти секреты вы достигнете невероятных высот и знаете в чем заключается простота это бизнеса что если все то что вы делаете сможет продублировать любой человек или любая семья это будет работать в вашем бизнесе запишите себе пожалуйста поэтому мы знаем что продублировать 2000 баллов личного товарооборота сложно а 200 баллов потому что у джима дорна на 40-летний опыт 40-летний опыт и бизнес на всех континентах в австралии 200 баллов сделать легко в индонезии 200 баллов сделать легко в польше 200 баллов сделать легко в россии легко сделать в венгрии и в украине легко потому что 200 баллов вы будете делать не только на своем личном потреблении. Ваше личное потребление будет зависеть от того, какой ваш домашний бюджет на сегодняшний день. Сколько денег у вас есть. Это может быть 40, 50, 60 баллов по-разному. Может быть и больше. Но остальные баллы вам будут помогать делать ваши покупатели. И это тоже был момент, который я не понимал с самого начала. Я подключался в этот бизнес с одним условием, которое я поставил своим спонсором. С двумя условиями. Что я не буду продавать и не буду выступать. Я так хотел. Ну, я говорил, давайте я построю так бизнес, чтобы мне платили за это деньги, и чтобы я не продавал и не выступал. И все, что мы делаем все эти годы, мы продаем. Но потому что у меня была неправильная картинка этого бизнеса. А вы представьте, у какого количества населения нашей с вами страны неправильная картинка этого бизнеса. Если я пришел в этот бизнес и что-то видел и знал о нем еще из Германии, когда служил там офицером, и я себе представлял, что мне нужно взять сумку в клеточку, сложить туда мыло, стиральный порошок, зубную пасту и заходить куда-то в офис и говорить, вам стиральный порошок не нужен. А я был на то время уже майором. И я точно этого не хотел делать. Но мне спонсоры сказали, подожди, подожди, это все будет не так. Ты просто начни пользоваться этой продукцией. И у тебя появятся покупатели, клиенты из числа твоих друзей и знакомых, которые будут у тебя заказывать. Ровно через две недели, когда я подключился в бизнес, я совершил свою первую продажу. Знаете как? Пришел мой друг на план, ничего не понял, отказался, так сказать, от всех бизнес-предложений. Сказал, ну вот этот запах одеколона, вот этот запах одеколона мне нравится. Я могу такой тоже достать, иметь? Я говорю, конечно, я тебе, а что я скажу, я тебе не продам? Вот я и совершил свою первую продажу. И вот на этом первом своем опыте я понял, что мне не нужно ходить по офисам и детским садикам и заводам. Мне нужно просто делать правильные вещи и выполнять вот этот алгоритм, что первое, второе, третье. И не перескакивать, понимаете? После того, когда вы научитесь делать свой вот этот, сделайте успешный, маленький свой семейный бизнес в одном круге, 100-200 баллов, личное потребление продукции. После этого мы можем с вами подумать об увеличении своего товарооборота в лице своих друзей, знакомых и родственников, которых будем подключать в бизнес. Заметьте, это второе, это не первое. Потому что люди всегда почему-то сначала все переставляют, сначала хотят большую сеть, большие деньги, ну а потом, может быть, тоже сами начнут пользоваться. Это второе. И потом вот это слово сеть, конечно, сегодня многих пугает, хотя с другой стороны, давайте с вами логически посмотрим. Если бы у вас был хороший опыт создания и организации бизнеса, допустим, ресторанного, и вы достигли, вы построили свой ресторан, и вы достигли там, ну, совершенства. То есть люди к вам приходят со всего этого района, может быть, даже приезжают где-то из ближайшей округи, и оборот этого ресторана уже не увеличивается. Потому что у него есть свой определенный предел. Все. Людей из другого города вы сюда не привезете. О чем нужно думать? Как создать второй в другом месте, чтобы там приходили те люди? Если у вас будет своя автозаправочная станция, и весь оборот, который будет достигать определенного предела уже, что нужно, о чем подумать? Как создать сеть, сделать вторую, третью, четвертую заправку в других местах, чтобы там приезжали? Вот мы делаем то же самое. Когда я создал свой маленький успешный бизнес, я начал его копировать в лице своих друзей и знакомых. Что мы делаем? Мы читаем маркетинг-планы. Мы представляем эту бизнес-возможность всем нашим друзьям, знакомым и родственникам. И вот здесь, в ключевом человеке, система Network 21 рекомендует вам в месяц читать минимум 8 маркетинг-планов. Но вы можете себе записать, это система Network 21 рекомендует, и я не могу этого не сказать. А теперь я могу вам добавить лично из опыта Алексея Маутановой и Веры Архиповой. Я не согласен. Потому что 8 маркетинг-планов нужно только лишь для того, чтобы не забыть сам маркетинг-план. Если вы ожидаете от этого большого результата, я не знаю, вот сейчас бы поставили каждого из этих бриллиантов изумрудов и большинство платиновых, сидящих в портере, и спросили, сколько они читали планов, когда начинали бизнес. Да не было такой цифры 8. 8, это мы читали, может быть, за 2-3 дня, но не в месяц. Понимаете? В выходные дни, вот Слава мне подсказывает. Мы читали по 3 маркетинг-планов в день, по 3. А это обозначало 60-90 планов в месяц. Вот это был результат. Потому что после такого количества планов всегда есть те люди, которые скажут да. И это вам выбирать. То есть мы абсолютно не настаиваем. Я вам не говорю, что нам, вот вы должны. Знаете, это такой хороший бизнес. В бизнесе МВ никто никому ничего не должен. Мы все незалежные предприемцы с вами здесь. Но вы просто должны понимать, от чего идет рост в этом бизнесе. Часто говорят, ну это ж трудно читать планы. Знаете, я тут недавно прочитал, Жванецкий говорит, люди устают всегда. Люди устают не спать целый день. Люди устают не кушать по ночам. Они устают от всего. Понимаете? Сколько работы у нас есть каждый день, ее меньше не будет. Если вы думаете, что наступит такое специальное время, когда все ваши задачи и вопросы раздвинутся, и у вас будет такая возможность только с утра до вечера читать планы, вы глубоко ошибаетесь. Такое время никогда не настанет, если вы сами его себе не сделаете. И в своем ежедневнике не раздвинете все так, чтобы в день, вечером, потому что днем бесполезно, все на работе, вечером прочитать хотя бы один маркетинг план. В выходные дни прочитать хотя бы два или три маркетинг плана. И все. Вы знаете, я хочу вам сейчас рассказать одну историю, свежий пример, для того, чтобы вы опять убедились и поняли в том, что количество лет, которые работает МВА на рынке, не имеет никакого значения. Количество ваших дипломов не имеет никакого значения. Количество лет, которые вы имеете, то есть вы в возрасте или молодой, не имеет никакого значения. Вы знаете, у наших спонсоров, основателей системы Networks1, Джима и Нэнси Дорнан, есть трое детей, и младший сын Дэвид, ему тоже так вот, как Константину Солесе, и как Вячеславу Питкевичу, он одногодка их тоже, ему где-то до 30, его жене тоже, она на пару лет младше, Джуз, они за 5 лет построили на 52-летнем рынке американском, потому что бизнес МВА в Америке работает уже с 59-го года, вот и считайте. Они за 5 лет построили бизнес бриллианта-основателя. Это хороший уровень, это хороший бизнес, это хорошие бонусы для Америки, вы себе не представляете даже какие бонусы, я не хочу вам называть цифру, потому что, ну, чтобы не расстраивать вас сильно, и не пугать, но это прекрасный жизненный стиль, потому что при том условии, что они получают огромные бонусы, все то, на что они тратят деньги, и мы здесь с вами, здесь мы тратим в 2 раза больше денег, вот, чтобы вы себе представляли, да? И в мае месяце мы были с бриллиантами на бриллиантовой конференции МВА в Нью-Йорке, после этой конференции у нас был BBS-семинар в Нью-Йорке, на котором выступали Игорь и Валерия Харатин, коронованные независимые предприниматели, прилетел Дэвид Дорнан, и мы после самого семинара вечером уже ужинали с Дэвидом втроем, я, Вера и Дэвид. Значит, мы нашли какой-то ресторанчик неподалеку от отеля, сидим, кушаем, я Дэвида спрашиваю, ну, как у вас там дела, как детки, потому что за 5 лет они умудрились построить бизнес, они умудрились родить двух детей, двух дочек растить, и он говорит, да мы вот так как-то построили этот бриллиантовый бизнес, пару месяцев что-то так вот поотдыхали, даже не месяца, он сказал, недель, вот, и я, говорит, решил продолжить строить дальше. Я говорю, ну и? Говорит, ну вот, 3 месяца, вот до того момента, как мы были на семинаре, он говорит, за 3 месяца построил еще 2 новые серебряные группы, к тем 6, которые имеют. Я говорю, подожди, с этого момента поподробней, может я что-то не понял, потому что он по-английски, я говорю, давай попробуем еще раз, чтобы я понял правильно и перевел вере. Он говорит, за 3 месяца 2 новые группы серебряных, это обозначает для нас с вами здесь, к 6 ногам еще 7 и 8, 21%. Я говорю, что вы там делаете? Ну Америка, а вдруг там какие-то новые технологии, может там придумали какую-то новую программу, может там придумали уже новый прибор, которым можно сразу определить, кто будет в этом бизнесе бриллиантом, понимаете? Ну мало ли, там все возможно. И вот, внимание, ответ. Ответ Дэвида. Он говорит, в прошлом месяце я прочитал 75 маркетинг-планов, еще месяц назад я прочитал 68 маркетинг-планов, и еще месяц назад я прочитал 57 маркетинг-планов. Прочитал. Вот так, людям, глядя в глаза, при всех самых новейших технологиях, вебинарах, там интернетах и всем остальном. Вот так. Он садится, садит людей в гостиных комнатах, читает планы и подключает людей. Все. И поймите, вот здесь самый главный был ответ заложен. Он прочитал. Не его партнеры в группе, понимаете? Не его лидеры, которым сказали, идите читайте планы и приводите людей тут мне навстречу, я их буду дальше там куда-то запускать. Он прочитал эти планы. Он подключил этих людей. Он запустил этих людей. И продолжает с ними работать. Я говорю, а лидеры как? Он говорит, ну, ты знаешь, пока дойдем до платин с ними, лидеры там найдутся, говорит. Вот. По дороге до платины как минимум 6 месяцев, это обозначает, что будет еще 2 weekend семинара, и будет еще 2 BBS семинара. Мы посмотрим, кто из этой группы поедет на семинар, и кто сколько людей привезет. И все работает. Все работает точно так же. На 50-ти с лишним летнем рынке, и на нашем с вами абсолютно молодом рынке украинском нет ничего другого. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, над этим. Я вам дал ответ. Я вам дал разгадку того, как быстро построить свой бизнес. Мы с Верой там не один год на американском рынке тоже развиваем бизнес. И я вам скажу, что там есть очень интересные такие моменты, картины, которые я вот для себя тоже беру. С одной стороны, я вижу двойных, тройных бриллиантов, корон, которые уже 30 лет назад сделали эти уровни. 30 лет назад они живут бриллиантовой жизнью, наслаждаются. Вы посмотрите на этих пожилых людей, им по 70-80 лет, и они радуются жизни. Понимаете? Это здорово. С другой стороны, я видел там таких лидеров, которые говорили, да, в Америке уже сложно строить бизнес, уже некому показывать. И мне так кажется, что только одному этому 30-летнему пацану с его женой Джуз забыли сказать о том, что на этом рынке уже бизнес построить нельзя. Им просто забыли сказать родители об этом, Джим и Нэнси. Им забыли об этом сказать другие люди, понимаете? Им об этом молчит, не говорит сам МВ и Америки. Понимаете? И они двигаются дальше. Третий пункт. Обучение и самосовершенствование. Очень интересный пункт, потому что я для себя когда-то, когда закончил военное училище, подумал, что все, хватит. С учебой хватит. Ну и еще где-то на горизонте, в принципе, была академия военная, потому что если хотел двигаться дальше там по карьерной лестнице, то пришлось бы еще закончить военную академию. Но сейчас я вам с полной уверенностью могу сказать, что вся наша с вами жизнь, и всю жизнь мы будем с вами учиться. Мы будем учиться, и благодаря тому, что у нас есть Network 21, благодаря тому, что собран огромнейший опыт по всему миру, мы будем с вами учиться не только тому, как строить бизнес МВ, мы будем с вами учиться, как быть лучшим мужем и женой, как быть лучшими детьми, как быть лучшими родителями, как быть лучшим лидером, и этому мы будем учиться всю оставшуюся жизнь. Мы просто должны для себя это понять, что вот этому обучению и самосовершенствованию нет пределов. И чем лучше вы будете во всех этих сферах, тем больше будет команда людей вас окружать. Потому что люди будут хотеть быть возле вас. Люди присоединяются не из-за стирального порошка. Люди присоединяются не из-за зубной пасты, потому что она так хорошо чистит зубы. Люди присоединяются к вам, конкретно к вам. И каким вы будете человеком, вот от этого будет зависеть, какой будете иметь бизнес. Здесь есть простые инструменты, которыми мы пользуемся каждый день. Программа поддержки предпринимателей. Вы хотите каждый месяц получать новейший опыт построения этого бизнеса? Спросите у своих спонсоров, как подключиться на ежемесячную программу поддержки предпринимателей. Ну, посмотрите, сегодня в своей отрасли, возможно, вы медик, возможно, вы бухгалтер, или предагог, или врач. Вы же получаете журналы, информацию о том, что нового в медицине, что нового в образовании, что нового в нашей, так сказать, деятельности, налогообложения. В ней всегда что-то новое, да? Ну, а бухгалтеру приходится это знать? Значит, что? Мы получаем эту информацию. Точно так же и в нашем бизнесе всегда есть что-то новое. Есть какая-то новая, маленькая, так сказать, маленький секретик. Или есть новая информация от того, как это сегодня работает в Австралии. Где мы это можем получить? В программе поддержки предпринимателей. Каждый месяц эта программа приходит к нам домой, и мы слушаем эти диски. Вы скажете, опять эти диски, зачем их слушать? Вы знаете нашу историю. Я офицер. Я никогда не заканчивал никакого другого учебного заведения и не имел никакой другой профессии. Так вот, благодаря вот этим дискам, а тогда еще кассетам, я смог научиться этому бизнесу. Благодаря дискам, благодаря книгам и благодаря таким мероприятиям. И знаете, что было здорово? Я вот сейчас вспоминаю, когда меня перевели уже служить с границы во Львовский погранотряд. Каждый день на работу я ездил на своем автомобиле 80 километров в одну сторону и вечером 80 километров в другую. Вы скажете, ну, Алексей, как тебе не повезло. А знаете, что для меня это обозначало? Утром одна кассета, пока я ехал из дому на работу, на службу, и вечером одна кассета, когда я возвращался со службы домой. И это было самое лучшее время, потому что я один в машине, и со мной это почти полтора-два часа разговаривает Ханс Нусхальд, или разговаривает Джим Дорнон, или разговаривает Боб Эндрюс, или разговаривает Мич Сало, и рассказывает Алексей, а ты так пробовал? Я думаю, нет, так я еще не пробовал. А ты вот это делал? Я говорю, нет, не делал. Понимаете? И я каждый раз учился все большим, большим и большим. Я много могу вам об этом говорить, но помню точно, что с каждого векенд-семинара, на который мы приезжали, они были по всей Европе, мы хотели какие-то материалы, но они тогда были на других языках. Я вам скажу, что я материалы покупал в Польше, и книги покупал. Я таким образом научился польскому языку когда-то. Я просто хотел слышать и понимать, что же делают люди в этом бизнесе. Понимаете? Потому что венгерский было сложнее понимать. И каждый раз мы уезжали с целым набором таких материалов. Скажите, сегодня, сегодня вам Network 21 готовит это все в прекраснейшем виде, в прекраснейшем, так сказать, исполнении. Нужные самые... Вам не нужно ходить по развалам книжным. Вам не нужно ходить там по рынкам и книжным магазинам. Все уже за вас сделали. Вам подобрали лучшую книгу на сегодняшний месяц для того, чтобы вы ее могли прочитать. Вам подобрали лучшие диски, лучших из лучших Network 21 для того, чтобы вы их могли послушать. И вы уедете с семинара с таким набором и сможете еще несколько недель, как я говорю, продержаться, продержаться и чему-то еще научиться. Я не могу пропустить и не сказать вам о вот этой вот замечательной коробочке. потому что это стартовый набор Network 21. Если вы не знаете, как он работает, вам нужно очень срочно обратиться к вашим спонсорам и уточнить и разобраться, что же такое стартовый набор. А я вам скажу, что такое стартовый набор. Стартовый набор это тот набор инструкций, пошаговых инструкций, что вам необходимо делать в этом бизнесе первые 90 дней. Это самый сложный момент в построении бизнеса. В первые 90 дней люди приходят в этот бизнес, делают кучу ошибок, просто кучу ошибок и выходят из бизнеса. И потом говорят, это не работает. Почему? Потому что мы не смогли им донести, что нужно правильно сделать для того, чтобы они достигли своего маленького успеха. Здесь все пронумеровано, здесь диск номер один, диск номер два, диск номер три, диск номер четыре. Просто пошагово их ставить и слушать. Здесь лежат ваучеры на ближайшие мероприятия. Би-Би-Эс семинар и Вик-Энд семинар. Вы знаете, что это такое? Кто-то сегодня из вас пробовал продавать билет на семинар человеку, который вообще не понимает, куда его зовут. И мы даем бумажку, листочек вот такой, билет, и говорим, тебе надо туда поехать. За 700 гривен. А человек думает, за что я должен отдать 700 гривен? Или сегодня человек отдает 700 гривен за целый полностью, так скажем, пакет инструкций, как работает бизнес, в который уже включен билет на семинар. И если кто-то из вас думает о том, что эти стартовые наборы не работают, может быть, для вас они не работают, потому что вы еще не разобрались, как. Я хочу вам привести маленький пример. Знаете, какой? Я хочу вам показать, сколько человек в этом зале приехали на этот семинар по ваучеру со стартового набора. Есть в зале люди? Поднимитесь, пожалуйста. Поднимитесь. Я вас очень прошу. Встаньте. Их сложно посчитать. Их сложно посчитать. Но я могу вам дать подсказку. Их больше тысячи человек в этом зале. Значит, их спонсоры умеют пользоваться и работать со стартовым набором. Разберитесь. Это очень правильный инструмент в нашем с вами бизнесе. Следующий пункт. Мероприятия. Очень хорошо уже выступающие до меня все вам объяснили и рассказали, для чего нам нужны мероприятия. В Network 21 есть целый ряд мероприятий, которые идут один за другим, и у каждого есть своя цель и задача. Давайте быстро пройдемся. Есть открытая информационная встреча. Для чего нам необходима открытая информационная встреча? Во-первых, для того, чтобы создать атмосферу этой бизнес-возможности. Вы не можете создать эту атмосферу на своей кухне, в своей гостиной комнате. Вы сможете ее создать там, когда вы приведете своих кандидатов, и люди увидят, ничего себе, это что, столько людей в нашем городе тоже интересуются этой бизнес-возможностью? Вы можете сказать, да это не одна встреча, это мы с тобой только на одну пришли, в нашем городе их 8, 10, ну, зависит от города, может быть, 2-3, я не знаю, но в Киеве их очень много. Следующее, и задача открытой информационной встречи показать вашему кандидату величину бизнеса. На кухне вы этого не сможете. Би-би-эс-семинар, семинар по построению бизнеса. его задача создать атмосферу бизнеса. Бизнеса. Соответственно, люди, пришедшие на Би-би-эс-семинар, они видят нормально, красиво одетых, интеллигентных людей, они слышат нормальных, интересных спикеров со сцены. И задача Би-би-эс-семинара увеличить количество вступающих в вашей группе, потому что Би-би-эс-семинар будет помогать работать с вашими партнерами, обучать их, какие действия нужно делать правильно. Вик-энд-семинар. Вик-энд-семинар необходим нам с вами для того, чтобы вы смогли найти свою мечту. То есть Вик-энд-семинар создает атмосферу мечты. Ну, конечно же, показывает атмосферу бизнеса, но я вам должен сказать, что мы сегодня даже не можем вам показать всю величину бизнеса, потому что ровно через неделю этот зал будет заполнен еще раз. Еще раз. То есть пройдет еще один Вик-энд-семинар еще одной команды Network 21. Вот что такое величина этого бизнеса. И вы знаете, много вы слышали сегодня уже и на протяжении всех дней, что необходим билет на семинар, да? Вот. Но я могу вам одно сказать. Вы никогда не сможете научить свою группу всем техникам построения бизнеса, так, как сделает за вас это Вик-энд-семинар. Так, как сделает за вас это другие спикеры, выступающие на этой сцене, другие изумруды, бриллианты, приглашенные гости. Никогда. И еще есть одно мероприятие, которое называется Go Diamond. Go Diamond это мероприятие, которое проводится для уже более высоких уровней, для платиновых и выше. Оно может быть один раз в год, оно может быть один раз в несколько лет. Задача Go Diamond создать атмосферу лидерства и научить каждого, каждого, каждого лидера, как вести за собой группу, как достигать новых уровней. Поэтому я перехожу к следующему пункту, четвертому, которому у меня записано. Это командный бизнес. Вы никогда не сможете достичь успеха здесь один. никогда. Поэтому запишите себе, что тебе нужно научиться в первую очередь быть командным игроком. Вы скажете, ну у меня уже есть команда, я уже буду командовать своей командой. Не, подождите. Сначала нужно научиться играть в команде. Это знаете, как Игорь Харатин бы сказал, есть высшая лига и есть перша лига. Так вот, в высшей лиге тебе придется играть, а может сидеть на скамейке запасных в команде, а потом в первой лиге, возможно, тебе придется тренировать команду. И нужно совмещать сразу вот этих две позиции. Там быть хорошим командным игроком, а здесь быть хорошим лидером своей команды. Здесь я вам скажу, что за многие годы в бизнесе мы с Верой имеем огромный опыт, большой. Мы насмотрелись на разных командных игроков, вот, и больших, и очень больших, и очень-очень больших, вот, потому что вот чем больше начинает расти твоя команда, чем больше значок на лацкане твоего пиджака, тем как-то кривее все становится. А все должно оставаться в балансе всегда, ребята, всегда, потому что это такой бизнес. Вы знаете, я опять сравню это с футболом. У нас и в Польше прошел чемпионат сейчас Европы Евро 2012, это было уникальное, потрясающее, так сказать, мероприятие, и что мы на нем посмотрели? Я не большой фанат, но я люблю такие хорошие мероприятия, яркие, красивые. Что я для себя взял из даже финальных и полуфинальных игр по футболу. Знаете, что? Какая бы ты ни была большая звезда футбола или бизнеса МВЭЙ, если тебе не дадут правильный пас, и если вся команда играет непонятно как, то будь ты хоть там, я не знаю, трижды звездой, ты не забьешь ни одного гола. Вы видели это? В других командах им миллионы платят за это. Десятки миллионов за то, что он такая звезда играет в той команде. А за свою страну эта звезда не могла забить гола. Почему? А потому что вся остальная команда никакая. Вы поняли, о чем идет речь? И в нашем бизнесе все точно так же. Если ты будешь настоящей звездой, которая вокруг себя сплотит настоящую команду, и будешь правильным командным игроком, все будет прекрасно в этом бизнесе. До тех пор, пока ты будешь в балансе соблюдать эти вещи, твой бизнес будет расти, расти, расти. Пятый пункт. Знай и соблюдай правила игры. У нас тоже есть правила игры. Бизнес МВ работает в 80 странах и континентах сегодня. Везде есть бизнес МВ. Сотни, тысячи, миллионы людей занимаются бизнесом МВ. Но есть правила игры. И в Network 21 они есть очень четко обозначены. Давайте я вам их скажу. Первое это построение. Второе это консультация. И третье это не перекрещивание. Смысл и суть каждого из этих пунктов я рекомендую вам найти ответ во всех материалах которые есть в Network 21 я рекомендую вам задать эти вопросы вашей спонсорской линии и вы услышите и узнаете об этом очень и очень много. И я рекомендую вам интересоваться и знать об этом узнавать об этом всегда. Знаете почему? Потому что это пример очень простой хочу вам привести. Это как правило дорожного движения. Правила игры и принципы системы Network 21 это как правило дорожного движения. если вы возьмете перекресток и на перекрестке кто-то поехал на красный свет. Сюда врезалась вторая машина. Пострадало несколько человек. Пострадало несколько автомобилей. Но если мы возьмем глобально в масштабах города любого даже пускай областного центра какого-то это большое происшествие если летальный исход наверное где-то еще напишут. Если есть просто травмы наверное не скажут. Возможно включат в общую статистику еще на одно ДТП больше. То же самое в нашем бизнесе МВИ. Вы думаете если вы нарушите правила игры от этого пострадает в целом статистика бизнеса МВИ в Украине или в России или в мире нет она не пострадает даже в той вашей отдельно взятой спонсорской линии но в первую очередь кто от этого пострадает пострадаете вы и пострадает еще тот человек или тот лидер или та группа которая столкнулась с вами на этом перекрестке как это бывает по-разному я вам приведу такую еще одну историю расскажу это реальная история которую рассказал мне мой друг когда он жил в Германии одно время мой друг жил в Германии я не буду называть имен потому что не стоит он купил себе новый автомобиль он просто вообще он мечтает всегда о новых автомобилях он просто этим живет и он купил себе новое БМВ сколько он для этого работал сколько он зарабатывал деньги на этой БМВ одному наверное только Богу известно но он много трудился для того чтобы купить машину своей мечты он выезжает на автобам немецкий где нет знаков ограничения скорости вы знаете на многих автобам на Германии нет ограничения скорости и едет и наслаждается этим автомобилем что он вот это сделал молодец это буквально еще было где-то в первый месяц как он только купил себе этот автомобиль и в какой-то момент он слышит что по крыше его автомобиля кто-то стучит представляете он ничего не может понять а рядом подъезжает мотоциклист который просто вот так пошутил постучал ему по крыше дал газ и уехал ну у него же что же не самая последняя машина ну и нормального парня сразу что ничего себе заводит и его это завело он нажимает на газ и начинает догонять этого мотоциклиста и ровно через 30 секунд небольшой абсолютно поворот он слетает с дороги летит в прямом смысле слова летит какое-то количество десятков метров там стоит большой бигборд вот с таким в объеме металлическим столбом он этой машиной срезает этот столб бигборд падает в одну сторону машина вообще просто ну это был такой ну комок металла так что вы себе представляли около двух часов понадобилось спасателям для того чтобы разрезать эту машину разобрать на запчасти и вытащить его оттуда и картина его вытащили он живой подымается смотрит на себя на руки на ноги достал сигарету рядом это Германия вы представляете себе стоит скорая помощь пожарка спасатели рядом возле него лежат пластиковые черные мешки знаете для чего да он закурил смотрит на эти мешки и думает а что это было вот я почему вам рассказываю эту историю потому что когда-то в какой-то момент кто-то спровоцирует вас и вы нарушите правила игры и чей-то бизнес будет в этом пластиковом мешке вы будете сидеть рядом смотреть на все это и думать а что это было потому что наш бизнес этих вещей не допускает задумайтесь пожалуйста задумайтесь шестой пункт шестой пункт постоянство и практика постоянство и практика запишите себе несколько вопросов и будете дома давать на них ответы будете своим спонсорам давать на них ответы как долго ты можешь быть ключевым человеком два часа два дня два месяца или два года но если вы будете год ключевым человеком и мы встретимся с вами через год в этом же зале приблизительно наверное в это же время вы не узнаете себя и свой бизнес если вы будете год ключевым человеком как долго ты будешь строить бизнес им задай себе сам этот вопрос следующий вопрос как долго ты будешь учиться в этом бизнесе и как долго ты будешь командным игроком я вам расскажу еще напоследок несколько историй история первая мы развиваем бизнес в испании как вы уже видели и слышали тут есть определенная группа людей и они молодцы потому что если вы сегодня думаете что вы проделали огромный подвиг проехав часть украины и приехав киев на weekend семинар они сделали гораздо больше для этого поднимитесь пожалуйста молодцы так вот если вы думаете что в вашем городе есть ббс семинар и все так хорошо я подумаю отвезти туда людей или нет недавно в их стране в испании прошли первых два ббс семинара нет 21 первых два и вы даже себе не представляете как они боролись за это ну в общем история следующая приехал наш друг партнер бриллиант администратор Огнин Янкович гостем на эти семинары и мы вместе с ним переезжали с одного города в другой на автомобиле который я вел сам лично за рулем мерседес б-класса новенький красивый только с салона мы его недавно купили там и едем о многих вещах разговариваем и в какой-то момент Огнин мне говорит я знаю почему у вас с Верой такой большой бизнес я говорю ну-ка и что ты нового узнал он говорит я смотрю за тобой как ты ведешь машину уже почти полдня ты же ее ведешь сейчас на круиз контроле я говорю да для тех кто может быть не знает что такое круиз контроль я вам объясню в новых автомобилях есть такая функция когда ты разгоняешь автомобиль до определенной скорости нажимаешь кнопку и можешь убирать ногу с педали газа она едет с этой скоростью постоянно для того чтобы уже потом ее остановить нужно нажать или на тормоз или на газ и тогда эта функция отключится так вот что такое круиз контроль в автомобиле когда я разгоняю автомобиль а там есть правила дорожного движения там есть скорость которой можно двигаться можно двигаться со скоростью 130 км в час я разгоняю автомобиль на ровной дороге до 130 км включаю круиз контроль и еду с постоянной скоростью и он говорит я понял потому что я говорит за все это время в своей жизни и в построении этого бизнеса делал очень много рывков я давил на газ я делал много глупых вещей в это время что-то происходило происходило с моей жизнью происходило с моим бизнесом а вы в это время с верой ехали с той же скоростью дальше и продолжали строить этот бизнес вы знаете это очень важный момент что такое круиз-контроль это самое минимальный расход топлива потому что ты не давишь на педаль туда-сюда это один расход топлива и что такое круиз-контроль когда ты едешь с одной скоростью ты приезжаешь из пункта а в пункт б быстрее чем тот кто давил на газ торопился спешил ехал останавливался на каждом светофоре красного света потом опять давил на газ израсходовал два раза больше топлива и приехал позже чем тот кто приехал на круиз-контроль и это реальный факт это уже даже наш сын понял когда-то несколько лет назад он мне рассказывал что оказывается не надо быстро ездить можно ехать с одной скоростью и быстрее доедешь чем когда-то ехал быстро а до этого он ездил очень быстро мы знаем Вера тоже очень переживала сюда за это так вот что я вам хочу сказать очень часто режет так слух знаете и я смотрю в глаза партнеров тех кто дольше в бизнесе уже и они так выходят иногда на открытом плане где-то в импакте и скажут я уже в бизнесе 8 лет и вот еще это не важно сколько вы лет абсолютно не важно ваши спонсоры вас любят и уважают за то что вы столько лет в этом бизнесе и я вам расскажу просто следующую историю посмотрите у меня такая была история интересная с моим английским языком стыдно признаться у меня мама учитель английского языка в школе правда учила но она работала в той же школе где я вы можете себе представить эти кошмарные годы у меня были детства да я имел пятерку по английскому но я его не знал а это сколько лет с пятого класса по десятый давайте посчитаем пять лет в военном училище четыре года нас учили английскому языку потому что мы должны были там допрашивать военнопленных если вдруг там война там где-то кого-то поймаем понимаете я имел пятерку четыре года учил уже девять лет в общей сложности спросите меня я знал английский язык нет а почему а потому что не было главной составляющей практики была теория были учебники задания оценки не было практики то же самое в нашем бизнесе не будет практики не будете делать этого каждый день каждый вечер ну а чё о чём вы будете числиться в МВИ пять лет девять лет пятнадцать лет но вы будете в МВИ но вы не будете его строить и пришёл такой момент когда уже всё понимаете вот так сверху снизу сбоку припёрло и нужно было начать говорить и что пришлось сделать принять решение заплатить деньги пойти в частную школу и всего ребят четыре месяца регулярно с понедельника по пятницу полтора часа каждое утро я ездил в частную школу платил за это деньги лично занимался с учителем последний почти месяц учитель потому что я не хотел бросить я хотел закончить это учитель ездила с нами везде куда бы мы ни ездили с Верой работать всегда с нами был мой преподаватель и я что делал каждый день практиковался я как сейчас помню мы едем в Польшу на какой-то семинар ехали длинная дорога в очереди на границе стояли едем и я за рулём ещё понимаете веду машину и думаю только как доехать до отеля поселиться и уже лечь спать и сидит мой преподаватель сзади и говорит Алексей Викторович а занятие у нас сегодня во сколько? вот что такое практика практика и желание поэтому неважно сколько вы в бизнесе МВИ были или сколько вы может быть три дня или вы уже три года или там не знаю пять лет самое главное с момента принятия решения сколько пройдёт времени до того момента когда вы станете двадцать один станете изумрудом и станете бриллиантом вот это важно и всё что хочу вам сказать напоследок если вы приняли решение садитесь в свой автомобиль МВИ прикручивайте к нему номера ключевой человек начинайте двигаться вперёд с постоянной своей скоростью включите круиз-контроль и не нарушайте правил дорожного движения будьте бриллиантами спасибо большое